Рассмотрим методику построения напорной характеристики для группы из двух насосов, работающих последовательно в трубопроводной сети. Для этого на диаграмме изображаем индивидуальные характеристики этих насосов. Берем более общий случай, когда в сети могут работать два насоса с различными характеристиками. Итак, это характеристика первого насоса, а это характеристика второго насоса. Начинаем строить характеристику для группы из этих двух насосов. Строим мы ее по точкам, а точки наносим следующим образом. Берем нулевую подачу и определяем напоры каждого насоса при этой подаче. Складываем оба напора и при выбранной подаче и суммарном напоре изображаем точку, которая будет относиться к характеристике группы насосов. Далее поступаем таким же образом. Выбираем следующую подачу, при ней определяем напоры насосов, складываем их и при суммарном напоре и выбранной подаче ставим точку, относящуюся к характеристике группы насосов. Чем больше мы нанесем точек, тем ровнее будет линия. Выбираем еще одну подачу и складываем напоры двух насосов при этой подаче. Наносим точку. Нанесем еще одну точку и еще одну. Соединяем эти точки линией. Итак, мы получили напорную характеристику для группы из двух насосов, работающих последовательно в трубопроводной сети. С помощью этой характеристики можно определить рабочие параметры этой группы. Изображаем над диаграммами напорную характеристику трубопроводной сети. И в точке пересечения этой характеристики и характеристики группы насосов определяем рабочий напор и рабочую подачу. Хотелось бы отметить важный момент. При последовательной работе насосов в сети, они имеют одинаковую подачу. Какое количество жидкости проходит через первый насос, такое же количество жидкости проходит через второй насос. Следовательно, подачи насосов одинаковые и равны подаче группы из этих насосов. На основании полученной подачи мы можем определить КПД этих насосов и оценить, насколько эффективно они используют потребляемую энергию.